Всем привет! Мы с вами или в Праге 4 или в Праге 10. Они где-то здесь пересекаются. Сейчас я разберусь. Так, Прага 10 написано. В Праге 10 мы. И мне куда-то... Я сейчас по новым тропам решилась пройти, чтобы вам показать, а самой посмотреть. Мне нужно в магазин. Мне позвонили и сказали, что мне отказано в выполнении гарантийных условий по обуви. У меня зимняя обувь. Сразу несколько проблем в ней было. Я ее две зимы относила. И вот сейчас я ее весной сдала по гарантии. И в этом магазине мне никогда не отказывали. Никогда. У них очень много это Рено. Я в них очень много обуви покупаю, потому что они ношу кожу и они шьют не из кожи. Я очень много у них покупаю и, ну, естественно, огромная часть там не летит, но какая-то часть летит. То есть я у них уже раз шесть, наверное, сдавала по гарантии. И вот впервые они мне отказали. Она не объяснила по телефону, почему. Она говорит, приезжайте, мы с вами поговорим. Вот. И я сейчас проверила свой этот гарантийный талон, который мне выписали, а там только одна проблема написана из трех. То есть я не проконтролировала, какая-то другая работница выполняла не так, из которой я обычно выполняю эти бумажки. Она почему-то из трех перечисленных мною проблем написала лишь одну. Я думаю, что отказ во многом поэтому. Поэтому я сейчас пройдусь и попытаюсь поговорить, чтобы они все-таки еще раз взяли. Обувь была недешевая, если честно. И, ну, несмотря на то, что я ее все-таки два года относила, как-то жалковато этих денег, потому что все-таки она полетела, эта обувь. И уже вот последний месяц зимы было не очень комфортно. Вот так. Никогда здесь не шла. Всегда проезжала эти дома просто мимо. Это все новостройки. Как по мне, под панеляки панеляками. Только нового разлива. Но вообще, на самом деле, какое имеет значение? Панеляк, не панеляк? Я знаю, что у многих какая-то брезгливость к панелякам. У меня нету. Они заурядные. Не каждый из них мне нравится, но куча из них мне нравится. Самое отталкивающее для меня в них это холод. И от того, что там холодно, очень большой расход по отоплению. А учитывая то, вот в этом году, вот заплатим же огромные деньги реально. Мне кажется, в таких ситуациях государство должно какие-то дотации давать. Весна пришла настолько поздно. То есть сегодня 2 мая, по-моему, или 3-е. 2-е, наверное. И у нас до сих пор включено отопление. Хотя обычно мы его уже в марте отключаем. То есть это просто столько денег дополнительных. А в панельном доме, ох, просто огромные деньги будут платить люди. В таких случаях форс-мажорных уже, наверное, все-таки было бы неплохо, чтобы государство вмешалось. Я надеюсь, что будет принято что-то такое, по которому помогут, как-то дадут какую-то скидку или что-то. Потому что, ну, очень дорого лишние полтора месяца вот так топить на полную пэцку. Ха, фиг я туда выйду, да? Горожи какие-то начались. Не знаю. Буду пробовать, что остается делать. Заодно посмотрим с вами Крагу-10. Потому что скоро я перебираюсь в центр. И я уже мало, наверное, буду посещать такие вещи только так в гости или что-то. Но когда я в гости или когда я с друзьями, я ничего не снимаю. И так настолько дорогие эти мгновения, проведенные вместе, что еще влог там снимать, париться и людей парить не хочу. Горожи. Сегодня уже всю сантехнику нам привезли. Все, что мы заказали, несколько раз меняли, несколько раз передумывали, меняли дизайн. Уже даже когда мы сделали заказ, то даже там мы меняли. Невероятно. Хочу написать в благодарность продавцу, который нас в СИК обслуживал. Просто, просто один из самых потрясающих продавцов, которые мне в жизни когда-либо попадались. Насколько много было от него внимания, насколько много было выполнено от него хороших условий для нас, как для клиентов. Как он был внимателен, как он на протяжении всего следил за всем. Потому что некоторые вещи нужно было заказывать в Германии. Он организовал это все с огромной скоростью, постоянно держал нас в курсе, выбил для нас скидку. Когда выбил для нас скидку, еще одну дал нам свою. Он имел право раз в месяц давать скидку. И он именно нам ее отдал. Хотя нам уже и сам магазин без того, он договорился, что нам даст скидку. В общем, настолько потрясный чувак. Реально хочу написать в этот магазин благодарность именно на него. Всегда хотела по этому сектору пройтись. Там должно быть очень миленько. Я всегда проезжаю, вижу его. И как-то никогда здесь внутри не была. Но вот в горку идти так, в падлу пожари. Надо, наверное, раздеться для начала. Вот так вот вижу табличку Михла, Прага-10. Я всегда считала, что Михла только в Праге-4. Они так пересекаются, что какой-то системы в этом я не наблюдаю, если честно сказать. Милашная елочка. Я не знаю, куда мне идти. Я лишь приблизительно понимаю, но не знаю, где именно мне нужно выйти, чтобы попасть на перекресток, с которым мне нужно будет повернуть в этот магазин. Ну, а сейчас что-нибудь придумаем. Поменьше горочки. Избавлю себя от горочки. Блин, я жарко оделась. Реально жарко. Хотя я всего-то в маечке, колготках и кедах. Что-то строится. Что-то строится. Да, дома здесь просто гигантские. Просто гигантские. Это даже не просто семейные дома. Это уже коттеджищи такие. Обалдеть. Ну, как я уже говорила, где-то год назад я говорила, что миллион долларов стоит такой дом. Но сейчас курс изменился, и в долларовом эквиваленте уже поменьше. Уже, может, 800-900 тысяч. 20 миллионов примерно стоит. Хороший дом, хороший. Такой неутепленный, старенький, нуждающийся в сильном ремонте. Можно можно купить от 6,5 до 10, я бы сказала, миллионов. Но там очень много инвестиций, и самое главное, что там очень может быть то, что не бросается в глаза, это абсолютно разбитый подвал. И если подвал нужно ремонтировать, то это просто огромные деньги, очень сложно. Все, я сейчас как раз читала статью об этом в журнале об интерьерном дизайне. Я читала, что семья какая-то купила дом, очень старый, и сразу выделили бюджет, что будут ремонтировать все. И когда пришла архитекторская эта компания, то они как посмотрели, что там в подвале делалось, то просто перестраивать весь дом пришлось. Вот так вот. Так. Выхожу я уже из этого района, как-то маленький круг я сделала, а на самом деле я именно там хотела погулять. Надо еще, наверное, немножко обойти. Потому что мне надо вот туда, в ту сторону. И, наверное, я... Хотя нет, я как-то доходила, дойду я. Вот уже Варшовица, Прага, Прага-10. Все чередуется. Ну что, идти мне в дебри еще, или... или все-таки пойти мне, куда мне нужно. Потому что если я зайду туда, то я уже... Хотя, может, и вы... Ладно, рискну. Хотя бы улочку пройти. Варшовица тоже чрезвычайно востребованный район. В нем очень развитая инфраструктура. И мы тоже его рассматривали, когда покупали квартиру, но в нашем бюджете мы ничего не нашли. Там, где мы купили, мы тоже купили гораздо дешевле, чем рыночная стоимость. Просто реально звезды сложились так. Было суждено просто это нам. Вот и все. Потому что мы уже ездили, отчаялись, уже плюнуть в какой-то момент хотели, потому что... Ну, я говорила, что у нас, в принципе, так... Нам пофиг, в принципе, на жилье. Вот. Мы хотели улучшать жилищные условия в любом случае, но путем аренды или путем покупки было плевать просто. Вот. Но решили, что если войдем в наш бюджет, то купим. И вот мы начали искать, и в нашем бюджете просто, ну, такое в чем... В чем не хотелось нам жить категорически. Категорически. Вот. Тем более, что я описала на своем блоге. Мы первоначально дом планировали. А у меня всякие есть видео, нарезки, где мы за Прагой. Это мы искали участки, ездили, смотрели. Очень много проблем, тоже связанных с деньгами. Дорогое удовольствие. Мы плюнули на дом. Вот. И решили квартиру искать. Но когда стали искать квартиру, то... Ну, опять столкнулись с тем, что у нас просто ни на что нормальной не хватает. А если нормальная, то... Ну, в таких районах, отдаленных, не столько от центра, что... Как бы... Я знаю, что многие мои знакомые на это идут, но вот мы не смогли. Мы просто не смогли. Одну квартиру мы уже всерьез взвешивали. Мы... Ездили туда в район, и целый день гуляли по тому району. Пытались себя туда вместить, потому что нам очень сильно понравилась квартира, но категорически не понравился район. И мы просто провели там целый день. И потом 4 дня мы взвешивали, изучали, считали про этот район. Я говорю, Лешка, мне настолько некомфортно от этой мысли, что мне там надо жить, что вот честно, лучше просто этого не делать. Вот прямо некомфортно. Я не хочу себя вмещать куда-то. И он говорит, вот у меня ровно такие же мысли. И говорит, и не надо нам такое. Вот. И все. И мы уже почти забили. Я думаю, дай как... Я уже просто наизусть к тому моменту знала абсолютно все предложение на рынке. Просто я его знала. Вот. И думаю, в один вечер думаю, посижу, еще раз поколупаюсь, возьму, немножечко повышу бюджет, хотя бы немножко, думаю, найдем мы уже там эти деньги. Вот. И я взяла, повысила бюджет, и мне выдала квартиру, которая мне сразу понравилась. Она абсолютно раздолбанная, разбитая, просто внет удолбанная. Там полов в некоторых местах даже не было. Именно как мы хотели. Мы так хотели, потому что у Лешки своя строительная компания с другом, маленькая компания, фирмочка маленькая. Мы думали сразу же, что нам как раз это на руку. Мы хотим разбитая, сделала все по своему вкусу. Вот. И я звоню Лешке, говорю, знаешь, что ты нашла? Вот прямо соответствует всем нашим с тобой требованиям, и просто в невероятном центровом районе. Он такой, да? Ну так давай, договаривайся, поедем смотреть. И мы договорились, на следующий день мы поехали ее смотреть. Мы вошли туда, мы уже через 5 минут оба знали, что мы ее купим. Вот так. Мы сначала попросили очень о большой скидке, и, ну, поскольку квартира была чуть выше нашего бюджета, мы попросили сразу о большой скидке, чтобы дотянуть ее до нашего бюджета. И риелтор так поникла, говорит, ну, я поговорю с хозяевами, и мы выходим, уже все разошлись с ней, договорились, что она поговорит с хозяевами и даст нам знать. И мы идем, Лешка говорит, она нам ее не продаст с этой скидкой. Говорит, или надо решение принимать какое-то о повышении этой суммы, либо все-таки не заберут у нас кто-то из-под нос эту квартиру. Я говорю, ты абсолютно прав. Вот, и мы позвонили фактически по полной цене с маленькой там скидкой, там окно было разбито. Хотя новые стеклопакеты стояли, но кто-то грохнул окно. Я говорю, дайте нам хоть скидку какую-то на это окно и какие-то такие мелочи, и мы ее возьмем тогда. И все. То есть, потом начался весь процесс оформления, и все, и мы в ней, мы в ней были вот один раз, реально пять минут. Реально пять минут. И в следующий раз мы в нее вошли, тогда, когда уже мы были ее владельцами. Вот так. У меня ни на одном этапе не было абсолютно сомнений, вот я просто чувствовала, что это моя квартира, и все. Вот ни одного сомнения, ни у меня, ни у Лешки. Я постоянно видела, как вот у меня друзья, например, покупали, и у всех такой гигантский стресс, они сомневаются, они думают, они вот зарезервируют какую-то, а потом сомневаются, дальше ищешь что-то, и все в таком духе, и у нас ничего подобного просто не было. Я даже как-то где-то на середине этапа, когда мы уже вправо отступали, говорю, Лешка, ты вообще сомневаешься, может нам что-то другое нужно бы было поискать, и все. Он говорит, нет, это наша квартира вообще. И вот, и у меня точно такое же ощущение, все было, все это время, вот уже 6 месяцев, собственно, как мы ее купили, и я уже очень хочу в нее, я уже чувствую, что она моя, я уже энергетически к ней абсолютно присохла, и уже все, для меня сейчас квартира, где мы живем, уже какая-то такая совсем чужая. просто такие теплые воспоминания я сейчас усиленно укладываю в голове об этой квартире, а так уже все, для меня пройденный этап. Так, куда же мне? Куда же мне? Что же я? Опять заблудилась? А, ну ничего себе, я даже близко не представляю, где я. Нет, этот мост мне не нужен, куда я вышла? Может, конечно, я там и пройду, но я же этого не знаю. Какой-то дом знакомый, где же я видела его? А, дом. А, может быть, это рискнуть, не рискнуть? Так, тут кладбище. Ничего не понимаю, ребята. Заблудила себя с концами, ну ладно, сейчас рискнем. и рискнем что-нибудь предпринять. Ну куда же идти? Туда? Тут синий мост из Учителя? Нет, но я не узнаю, там вообще ни одного. Так, узнаю, узнаю, я могу туда идти. Я вижу церковь, которую я знаю. Вон, вдали возле дома, видите, белое здание с огромным крестом желтым наверху. Это какая-то евангельская церковь, по-моему. И я вспомнила, где она находится. А вот этот синий мост я первый раз в жизни вижу. Вот так, так что я как-то верю, что в жизни все вот так вот приходит. Вот сколько мы дом выбирали, то все люди радуются, если у них там покупка дома идет. А мне так грустно было, вот вы просто не можете представить. Лешка меня все время уламывал на этот дом, а я вот не хотела с самого начала. И он мне все, да ты представь, это совсем другой формат. Много места, своя территория, можно там загорать у себя в садике, и все в таком духе, и все меня убеждало. Я как представлю этот образ жизни, и вот опять не мое. Если бы это в Праге было, вот именно в там, в хороших районах, в центральных, то мне бы так много думать бы не пришлось. Но когда речь шла или о самых-самых окраинах, а потом уже впоследствии и вообще о Запражье, то вот для меня эта мысль была просто страшная, просто страшная. Я постоянно себя вмещала, помещала. И вот сколько мы ездили, смотрели эти участки, перебирали, переговаривали. И каждый раз я все подсознательно надеяла, что все-таки все каким-то образом сорвется, что вроде предложение неплохое. муж мне предлагает построить дом. Вроде все хорошо и все, но я как представила опять вдали от моей прогулечки, вдали от моих любимых районов, всех и все. И как-то в итоге мы пришли к тому, что за наш бюджет можно купить только утопленнический этот участок, который периодически подтапливает. Там нужно кучу бабла инвестировать в том, чтобы там это все эти системы защиты установить. помимо этого проблемы те, что такая фигня, я не знаю, как в других странах, но в Чехии административной частью, в которой находится участок, всегда говорено, какую площадь ты можешь застраивать. И вот, например, ты можешь гигантский участок купить, например, уже несколько людей даже в моем ближайшем кругу обожглись на этом. Ты можешь купить, например, участок тысячу метров, что для города огромный участок просто, потому что стандарт 500. А строить из них можно будет на 70. И вот крутись, как хочешь. При этом будет ограничение вот эта свалка. При этом ограничение будет стоять еще и по высоте. Например, тебе скажут максимально два этажа, чтобы не перегораживать вид другим. И вот получается, что у тебя 75 метров всего можно застраивать и в два этажа и того 150. Что для дома ну, маловато. Просто маловато. Если влазить в это все дорогостоящее строительство, пооформлять эти все документы и все, это очень мало. И от этого многие люди в Чехии начинают строить подземлю именно из-за этих ограничений. И вот когда мы стали выбирать участки, ну, просто самые невероятные разрешения были выданы на строительство. На дома по 50 метров, где можно строить только. И двухэтажный. Вот всякие такие какие-то ограничения. Или участок встроить можно только у него сбоку. В общем, очень странные вещи. Из-за этого отпадало просто 95% участков сразу же. Вот. Ну и, наконец, самая огромная проблема, когда мы уже перебрались за Прагу. Вот вам продавец будет втирать по уши. Это вот всем на... Я должна, наверное, об этом отдельное видео снять, рассказать поподробнее об этом. Но вот если вскользь сказать, то вам будут втирать до посинения, что разрешение на строительство вот-вот должно быть выдано. На практике у некоторых домов по 5 лет не выдано разрешение на строительство, если вы просмотрите их историю. И вот получается, что вы купите этот участок, будете им владеть и не будете годами иметь право на нем строить, и будете продолжать просто снимать квартиру и терять деньги. Вот так это на практике очень часто выходит. Поэтому с этими разрешениями на все дешевые участки, в них всех есть миллион подводных камней. Если хотите дом без проблем, легко, просто, купил, построил в любой площади и все, такие участки стоят огромных денег. Как только у вас нет денег, как это было у нас, очень ограниченный бюджет был, то все, начинаются такие задавки, такие минусы, такие какие-то исключения в этих участках, что, ну, просто для нас это сделало в итоге невозможным, покупка участка под строительство, просто невозможным. Вот так. Солярные панельки. О, эти дома мы уже с вами знаем, кстати. Мы возле них часто шли. Надо женщину обогнать. Вот так. И когда мы всю эту школу в итоге прошли, когда мы в этих участках утонули, и мне постоянно от этой мысли, что этот дом будет далеко, что просто я должна буду сидеть в этой деревне одна, потому что я же очень часто из дома работаю, а Лешка нет. И я как представила, что я буду там одна сидеть на первом этаже, что я там одна буду бояться на этой садике в этом загорать, когда я одна дома и все в таком духе. И я как это все себе представила, что это просто не то абсолютно, что я должна буду пересаживаться в машину и отпадет тем самым вообще образ жизни, который я люблю. И мне от этого было настолько грустно, что уже просто невозможным для меня стало эта реке. И в итоге все так сложилось, что Лешка тоже отказался от этой идеи. То есть мы пытались полгода, даже вру, наверное, по 8 месяцев, мы и так, и так пытались, и так, и так, вот если гора не идет к Магомеду, называется. Если гора не идет к Магомеду. Вот так. И в итоге мы решили квартиру. И квартиры все были корявые или маленькие. Ну, корявые. Корявые в плане без строительного потенциала. Например, в бетонных домах, где строительный потенциал просто нулевой, где на каждую стенку нужно просить разрешения, чтобы что-то передвинуть. И в итоге планировка получается, которую ты видишь, конечная. В то время, как мы искали в кирпичном доме, чтобы все перестроить под себя, мы эту всю квартиру очень сильно перестраиваем, которую мы купили. Вот так. Мы какие-то комнаты уменьшили, какие-то увеличили. Все по-своему, в общем. Сделали не то, что прям вообще глобально, там на 90% все перестроили, но то, что мы хотели, как бы мы сделали. Вот. И когда мы вошли в эту квартиру, я сразу увидела, что у нее очень большой строительный потенциал. И Лешка тоже сразу это увидел. Большой строительный потенциал, приятная очень атмосфера в районе. Я всегда хотела вот ближе к центру и все. Приятные люди в доме. Все, все в основном вот молодые семьи. Молодые парочки, молодые семьи. с детьми без. Вот. Дом тоже весь старый совсем. То есть, будет все ремонтироваться за наши денежки, денежки жильцов. И все молодые, все современные, прогрессивные, все хотят, чтобы дом был красивый. Потому что бывает такая подстава, что в дешевом районе купишь большую квартиру, там живут одни бабушки, у которых нет денег и нет интереса уже никакого абсолютно, чтобы этот дом каким-то образом ремонтировали, обновляли, реновацию делали в нем. И они просто блокируют и блокируют и блокируют и молодежь ничего не может сделать. В итоге я рассказывала, что в Чехии все коллективно принимается. Здесь все хотят. Даже за вот полгода, который мы владеем квартирой, уже очень многое в доме было сделано. Постоянно идут работы, постоянно идут отчисления, фонд ремонта, все делается. Я думаю, что через пару-тройку лет дом превратится в абсолютную конфетку и цена квартиры взлетит просто до небес. Потому что мы не побоялись не побоялись рискнуть купить старье. Лешка специализируется на старье и он уже в этом просто разбирается очень сильно. Когда есть руки, чтобы сделать, оно всегда потом очень сильно просто возрастает в цене. Вот. Но мы сейчас даже не рассматриваем с точки зрения там последующей продажи, как бы я покупала на всю жизнь. Как оно сложится, я не знаю. Может быть, мы переедем, может быть, то, может быть, все. На сегодняшний день я абсолютно влюблена в нашу квартиру и в район. Район для меня просто на самом первом месте стоит. И просто для меня это очень-очень важно и для Лешки тоже, потому что мы мы очень много гуляем, мы везде все время ходим и нам важно, чтобы легко было в театре, в кинотеатре, не нужно было толкаться долго в транспорте. Хотя я люблю транспорт, но не во все часы, как я уже рассказывала. так, вот я и пришла уже к этому торговому центру, куда я иду, вон желтенький торчит. Уже 20 минут наснимал и года напала. мне тоже надо мусор будет вынести. Пластик я только что вынесла, когда шла. А бумагу долго выбрасывать. Пластик можно целым пакетом закинуть, а бумагу трамбовать нужно. Там такая узенькая щелка, в которую нужно помещать эту бумагу. Поэтому это долго. сейчас приеду назад когда-то пойду и бумагу выбрасывать. Красота! Все зелененькое. Просто прелесть. Не думала знакомая идет. Нет. Похоже внешний. и к тому же я вспомнила, что я ее видела где-то неделю назад и она в зеленые волосы покрасила. Так что это точно бы не могло. Она не успела бы смыться этот цвет. Хотя может быть эти спреи одноразовые. я не знаю. Я не знаю. чтобы это носить было возможно. но ощущение у меня такое, что в пролете я с этой парой. Что-то как-то что-то как-то что-то как-то оно кстати я тоже узнала новый аспект возврата по гарантии. Оказывается обувь по гарантии должна как сказать выглядеть так, чтобы было видно, что за ней ухаживали. И вот даже когда я приносила казалось мне, что мега заношенную обувь я рассказывала где реально в босоножках веревочки болтались. Там просто такие босоножки были, что вся нога от самых пальцев обматывается просто веревкой. И эта веревка сильно истрепалась. Но видимо они посмотрели на состояние подошвы всего, что я ухаживала за этой обувью и взяли. А вот у меня знакомые пытались вернуть и им вообще даже не взяли. Сказали, что гарантия 2 года не распространяется на невероятно заношенную обувь, которая уже просто выглядит как у бомжа. Вот так. Так что есть оказывается свои нюансы. Я просто никогда не сталкивалась, потому что в принципе я за обувью ухаживаю не идеально. А то у меня Лешка годами может носить и у него они как новая я не такая. Но так от него учусь стараюсь. Так, все, я пришла. На этом бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай.